Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Донбасс! 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 Надо, конечно же, разделить свой собственный стресс родительский, да, и стресс-тревогу, точнее, да, и тревогу у ребенка. Вот разделить, и когда ты начинаешь, что называется, нападать на своего ребенка с тем, что ты учи, еще что-то делай, да, докажи мне, точнее, мы что говорим, докажи мне, что ты точно сдашь, иначе я как родитель провалюсь, ну, то есть вот я буду неуспешна как родитель. И поэтому надо, конечно же, останавливаться в том моменте, где ты требуешь от своего ребенка доказать, показать, что он будет успешен. Это первое, что я предложила бы сделать. Второе, я хочу сказать следующее, что наш мозг, вообще наша психика так устроена, что если нас загнать в ситуацию серьезного стресса, и вообще вот фрустрации по-другому называют психологи, то интеллект падает, ну, вот он падает. У нас у всех, вот любого человека сейчас вот застращай, он станет глупее. Поэтому, дорогие родители, если постоянно-постоянно нагнетать, ну, что вы хотите от ребенка? Ну, знаете, на 230%, наверное, он вряд ли будет. Что я предлагаю делать, кроме того, чтобы вот говорить, что родители успокоитесь? Учите детей снимать стресс быстро, быстро снимать стресс. Это дыхательные практики, это те упражнения, которые помогают спортсменам быстро снять напряжение. Поинтересуйтесь, в интернете действительно очень много таких практик, и занимайтесь ими уже сейчас, чтобы к экзаменам, когда они начнутся у детей, был точно наработанный автоматизм. И самым помнить родителям, что если ЕГЭ изданы не все, то существует повторная сдача ЕГЭ, да, существует, если не ВУЗ, то колледж. Поэтому со своими родительскими амбициями тоже можно справиться. Родители должны показывать эмоции, вопрос как? Вопрос как? Если унижать, оскорблять, говорить, что ты никчемный, у тебя никогда больше в жизни ничего не получат, если уже, ну, как бы, зачем это нужно? Мы же планируем воспитать так детей, чтобы они смогли без нас в этой жизни жить, правильно? А если с самого начала сказать им, что ты неудачник или ты неудачница, то что потом, впоследствии, от них хотеть? В Мариуполе в эти дни проходит шестой международный мультикультурный фестиваль «Звезды над Донбассом». В этом году он собрал более 500 участников со всей России и из зарубежья. В жюри известные музыканты, артисты, писатели и телеведущие – все те, кто поддержал республику еще в 2014-м и сегодня продолжает помогать и объединять деятелей культуры из разных регионов. Наша съемочная группа побывала на открытии, пообщалась с гостями и организаторами и встретила на фестивале участников из Самары. Репортаж Татьяны Потоцкой. Фестиваль «Звезды над Донбассом» проходит с 2019 года. Первые фестивали проходили в Донецке. В 2022 году очная встреча участников и гостей не состоялась, однако они выезжали выступать в окопах непосредственно для наших военнослужащих. С 2023 года фестиваль проходит в Мариуполе. Писатели, издатели, актеры, режиссеры, музыканты, продюсеры и журналисты. В этом году «Звезды над Донбассом» зажигают более 500 участников и гостей. Огромное количество профессионалов, которые мастер-классы дают. И все это с одной целью. С целью еще раз доказать всем, всему миру, если хотите, что это наша земля. Это вот мы здесь живем, понимаете? Не вы, а мы. Тем более, что бабушка моя родилась в 1903 году в Мариуполе, потом она жила в Гуляйполе, потом в Одессе. Дед мой на войну ушел из Луганска и не вернулся, его убили в 1943 году. Поэтому вот для меня это точно моя земля. Для Надежды Локтевой эта земля тоже стала родной. Журналисты, писатели, с Самары на фестиваль в Мариуполь приезжают уже второй год. А за событиями в Донбассе следит с самого начала конфликта. Как писатель я пока еще не состоялась. Хотя я очень рада, что в сборник «Донбасс. Русский герой» вошел мой рассказ. Логпост накалки о войне, о связи времен, наверное, потому что там какой-то такой временной прорыв происходит между битвой и накалки, 800 лет, который было в прошлом году. По итогам каждого фестиваля выходят литературные сборники, состоящие из рассказов участников. Проект поддерживает президентский фонд культурных инициатив. Организатором выступает Общественная палата Донецкой Народной Республики. Но все это не только про творчество, а в первую очередь про тех, кто думает и чувствует одинаково и не может оставаться в стране. В 1922 году, когда фестиваль не мог состояться по объективным причинам, писатели, объявив клич, собрали на гуманитарные нужды Мариуполя и освобожденных регионов свыше 15 миллионов рублей. И сюда приехало свыше 150 тонн продуктов. То есть можно с гордостью сказать, что тот же самый левый берег Мариуполя, куда не могли добраться еще спасательные команды, первую гуманитарную помощь и спасли от голодной смерти мариупольчан именно писатели. Григорий Гапузов работает волшебником. Он больничный клоун. Артист Владикавказского ТЮЗа точно знает – чудеса случаются. У нас был случай, я выступал в Цхинвале. Я поехал в больницу, отыграл, там тоже анимационную программу провел. Потом мне сказали подняться на второй этаж, где лежит девочка. И как мне объяснили врачи, это кома у нее. То есть она все слышит, все видит, все чувствует, но реакции нет никаких. Я взял ее за руку, вот в этом нелепом наряде, я взял за руку, погладил ее по руке и сказал, что не болей, выздоравливай. Ну что-то такое, минут пять я ей говорил, говорил, говорил. Потом я говорю, ладно, мне пора, и ушел. Она моргнула глазами и кивнула головой. Врачи возле входа в палату стояли, и они стали ей аплодировать, потому что больше года реакции вообще не было. Подобная история у меня была в Донецке, когда девочка тоже, мы пришли в интернат, дети, ровесники войны, они не разговаривали. И девочка заговорила. Фестиваль «Звезды над Донбассом» – это как раз тот случай, когда главное – участие. О победе здесь мечтают только об одной. Нас, к великому сожалению, на протяжении трех десятилетий страну учили стесняться слова «патриот». Вот это реально планомерная, целенаправленная работа, которая велась очень эффективно. И сейчас нам приходится заново возрождать не только культуру и искусство, а вообще отношение гражданина России к своей стране. Также на фестивале учредили Всероссийскую ассоциацию творческих деятелей «Россия. Образ будущего» и провели ее первое заседание. Председателем избрали писателя Сергея Лукьяненко. Культурная программа рассчитана на неделю. Все это время на разных площадках проходят мастер-классы, показы кинофильмов и спектаклей, концерты, встречи со студентами и школьниками. Всего запланировано более 150 тематических мероприятий, в том числе выставки портретов участников спецоперации «Уголь земли русской» Веренея Шигиной и фотопроекта жены героев Екатерины Колотовкиной, к которому присоединились женщины со всей страны. Это уже не только супруги, но и мамы и сестры военнослужащих. Татьяна Потоцкая, Константин Макаревич, телеканал «Губерния», Мариуполь. К другим темам. Об одной из знаковых реликвий нашей губернии, Самарском знамени, рассказали подрастающему поколению краеведы, этнографы и представители общественных организаций. Встреча прошла в преддверии Международного патриотического фестиваля «Самарское знамя». О том, почему сейчас как никогда важно знать историю этого стяга и какие народы дружат сейчас с нашей страной, знает Екатерина Лесная. Песней о нашей стране открылась научно-практическая конференция «Самарское знамя». В зале культурного центра имени Валерия Грушина Самарского университета собрались историки, филологи, этнографы, деятели культуры России и Болгарии. Рассказали об одной из самых знаковых реликвий конца XIX века – Самарском знамени, которое почти 150 лет назад вышли монахини Иверского женского монастыря. Оно стало знаменем-героем, единственным в мире полотнищем, которому присуждена государственная награда – Орден за храбрость. Среди спикеров конференции и те, кому знания об этой святыне достались по наследству. Анатолий Столетов – потомок генерала Николая Столетова, под предводительством которого болгарские дружины участвовали в обороне Шибки во время русско-турецкой войны. Знаменитая фраза. Генерал Столетов сказал, солдаты болгарские могут сражаться и умирают достойно. И когда знамя-то вернули, он говорит, да, это знамя проведет свой боевой путь еще до Шейного и до Шибки. Знамя, когда я говорю, является знаменем победы для самарского народа, как наше знамя победы. Вот эти события героической истории наших предков, да, необходимо глубже изучать и доводить их до молодежи. Потому что мы часто говорим о патриотизме. В основе любого патриотизма это лежит историческое знание, да, события, люди. Сегодня самарское знамя хранится в Софии, в Национальном музее военной истории Болгарии. Находится в отдельном помещении с особыми условиями и под усиленной охраной. Стяг стал настоящей ценностью и для братского государства. Одной из главных тем конференции стала и дружба народов. Ваша земля, она тоже пропитана историей. Потому что мы, когда говорим о Болгарии, мы понимаем, что наши народы очень близки, как по линии православия, как по линии кириллицы, наш алфавит. Но также мы не должны забывать и о таком средневековом государстве, как Волжская Болгария. Хочу напомнить, что в прошлом году отмечалось тысячу лет от битвы при Самарской Луке, в которой войско Волжской Болгарии одолело впервые монголов. Конференция открыла шестой международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». В нашей области он проходит с 2019 года. Все это время историки продолжают открывать что-то новое. Огромное количество новых фактов. Во-первых, великие полководцы, которые участвовали и в той войне, и сейчас. Мы понимаем, что у нас регионы все подтягиваются, потому что они вспоминают, как в том числе тогда собирали гуманитарные грузы, собирали свои ополченские отряды, снабжали их необходимой всей экипировкой. Поэтому и сейчас мы говорим, что это созвучно с сегодняшним днём. Мы также защищаем мир от экстремизма, мы также защищаем мирных жителей. Также наше русское воинство сейчас идёт впереди. Фестиваль «Самарское знамя» проходит с 17 по 19 мая. По всему региону состоятся единые уроки истории. В храмах будут проведены торжественные молебны, главный из которых состоится в Иверском женском монастыре. Далее праздник переместится в Струковский сад. Там будут работать 50 интерактивных площадок. Они смогут погрузить посетителей в эпоху конца 19 века и рассказать о современных героях России. Также пройдут мастер-классы, интеллектуальные викторины, кинопоказы, театральные постановки, концерт духовых оркестров и многое другое. Екатерина Лесная, Сергей Александров, Телеканал «Губерния». Уроки мужества провели во всех школах региона. Детям рассказали детали событий 19 века, затронули и вклад самарцев в победу. Как прошло знакомство молодого поколения с самарским знаменем в техническом лицее, расскажем прямо сейчас. Знать и уважать историю своей страны – это принцип, который лежит в основе воспитания и обучения самарских школьников. Традиционно во всех учебных заведениях региона проходят уроки мужества. Темы разные. Сейчас в фокусе внимания освобождение Болгарии. В преддверии памятной даты молодые люди погрузились в хронологию тех важных страниц в истории. Мне интересна эта тематика. Я, в общем, интересуюсь историей России. У нас с трепетом относятся к истории России в нашем лицее. У нас очень хороший музей, посещенный параду. И, в принципе, одноклассники хорошо разбираются, любят историю. Мы должны понимать то, что подобные дни имеют очень яркое символическое значение в плане объединения народа, объединения граждан нашей страны. И в том числе с осознанием цели всех действий, которые так иначе осуществляются гражданами. В боевых действиях в том числе. И какой символизм несут в том числе и знамя. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в каждой школе региона работает свой музей, посвященный тому или иному историческому событию или герою. В дополнение к урокам истории школьники детально знакомятся с подвигами героев. Все это наша история. Это первое. И второе. Вот есть такие слова в песне. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Я бы сказал это чуть-чуть по-другому. Это нужно и мертвым тоже. Но еще в большей степени это нужно живым. И, может быть, даже в первую очередь вот им. Они любят и будут любить нашу страну. Узнав больше об освобождении Болгарии и роли в этом самарского народа, школьники вдохновились уже завтра присоединиться к традиционным памятным мероприятиям в областном центре. Тематическом шествии с самарским знаменем во главе пешей колонны и открытию международного патриотического фестиваля «Самарское знамя». Начало торжественного молебна в 12.00 в Уиверском монастыре. И присоединиться к нему могут все желающие, как и к фестивалю, который откроется в Струковском саду завтра в 13.00. Мария Левина, Дмитрий Калмыков, телеканал «Губерния». Вместо ручек и тетрадок – ведра и лопаты. Для учеников самарской школы номер 129 провели необычный урок. Профессиональные экологи и агрономы рассказали ребятам, как важно заботиться о природе и научили правильно сажать деревья. Вместе с сотрудниками нефтеперерабатывающего завода школьники приняли участие в экологическом «Елка-фесте». Высадили маленькие елочки и цветы на территории школы. Екатерина Кузина продолжит. Будем ухаживать за деревцами, а в выпускном классе школьный двор уже украсят могучие елки. Так о необычном уроке экологии говорят пятиклассники 129-й школы. Они стали участниками акции «Елка-фест». Вместе высадили ели и цветы на пришкольном участке. А еще узнали о том, как ухаживать за саженцами. Дети-дети действительно хотят посадить елки, чтобы подарить другим людям доброе, хорошее будущее, чтобы они ими любовались и наслаждались. Зеленую акцию «Елка-фест» уже который год подряд проводят экологи Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Сама по себе акция проводится весной, когда все распускается. И вот мы приезжаем, встречаемся с ребятами и сами от них получаем позитив. И сами получаем какой-то заряд бодрости и энергии. И хочется продолжать дальше делать хорошие добрые дела. За семь лет проведения елка-феста сотрудники КНПЗ высадили уже больше тысячи деревьев и цветов. Эко-акции по озеленению города будут продолжаться дальше. Екатерина Кузина, Алексей Вельмискин, телеканал «Губерния». Тем временем на выставке в форуме «Россия» на ВДНХ продолжается всероссийский свадебный фестиваль. Накануне здесь связали себя узами брака 13 пар из Приволжского федерального округа, в том числе молодожены из 63-го региона. Земляков поздравил губернатор Дмитрий Азаров, который в этот день принимал участие в деловой программе выставки «Россия». Подробнее в нашем видео. Редактор субтитров А.Семкин Кодексом Российской Федерации по вашему взаимному согласию ваш брак регистрируется. Прошу вас, поставьте подписи в записи акта о заключении брака. Конечно же, мы как родители очень счастливы, глядя на детей, насколько они светятся. А что делать, если главное? Конечно же, счастья детей. Дочка выбрала достойного человека. Мы очень рады, что они сегодня расписались. Дай Бог им счастья, здоровья. Конечно же, так много в нам. Дорогие мои, вы заключили брак на выставке России в год семьи, который объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно же, я уверен, что это событие вам запомнится на всю жизнь уже и вдвойне, и втройне. Я очень рад тому, что сегодня вы стали парой, которая украсила вот эту замечательную торжественную церемонию бракосочетания всей страны здесь, на выставке России. Это большая честь. И я уверен, что вы с честью принесете это высокое звание крепкой семьи через всю свою жизнь. Дай вам Бог счастья, мира, благополучия. Мир есть кому обеспечить, есть кому защитить семью. Ну и, конечно же, советую. Просто непередаваемые эмоции, буря, внутри происходит какой-то торнадо. Невозможно передать словами, только чувства, только чувства. По глазам, наверное, видно, они очень сильно горят. Прекрасная эйфория, эйфория. Мы действительно очень переживали, но, правда, это того стоит, чтобы потом рассказать детям и внукам, что вот так получилось, что у нас есть такая возможность так создать семью и так заключить свой брак. Это невероятно. Насколько важно, что и губернатор здесь вас поддержал, поздравил. Очень классно, очень приятно его было видеть. Рады, что он был сегодня, что он нас поддержал, что он был в такие минуты с нами рядом. Это очень приятно. Для нас это также большая честь, что сегодня он присутствует и разделяет этот праздник и с нами. Победительницы викторины на знания фактов о Самарской области торжественно вручили ключи от нового автомобиля. Конкурс проходил на стенде 63-го региона на выставке в форуме «Россия на ВДНХ». Удача улыбнулась жительнице Москвы, которая родом из нашего региона. С победой ее поздравил губернатор Дмитрий Азаров. На выставке «Россия на ВДНХ» вручили награду победителю интеллектуального конкурса на знание истории Самарской области, который проводился на стенде 63-го региона. Итоги подвели 12 апреля в День космонавтики, а церемонию награждения провели в мае. Желающих испытать удачу было более 10 тысяч человек. Однако главный приз – автомобиль только один. Удача улыбнулась Людмиле Жандаровой. Живет женщина в Москве, а вот родом она из 63-го региона. Может, поэтому так блестяще знает историю Самарского края. Ключи от автомобиля победительницы в торжественной обстановке передали губернатор Дмитрий Азаров и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Мы вручили вам сертификат, но сегодня мы вручаем уже автомобиль. Я Максим Юрьевич лично хочу поблагодарить за эту замечательную идею, за предоставленный автомобиль, весь коллектив нашего флагмана «АвтоВАЗа». И, конечно, я уверен, что и существующие модели, и новые модели, которые запускает «АвтоВАЗ», будут радовать граждан Российской Федерации. И не только. Своим качеством, красотой, элегантностью, своими лучшими характеристиками, которые добивается сегодня «АвтоВАЗ». Мы с радостью выполнили ваше поручение и очень рады тому, что эта прекрасная продукция Молдовского автомобильного завода, флагман нашей продуктовой линейки, автомобиль «Веста», досталась уроженке Самарской, ну, Куйбышевской обуви. У победительницы викторины солидный водительский стаж более 20 лет. Но за рулем «Лады Весты Кросс», которая теперь по праву ей принадлежит, Людмила Жандарова впервые. Переполняет эмоции. Неожиданно все так получилось. Верится, что это ваша машина? Нет, не верится. Нет, не могу еще поверить. Я даже до последнего, вот сейчас даже села, посидела немножко. Приятно очень, очень шикарная машина, очень. Я думала, такого в жизни не бывает. Такой подарок, мне тем более в этом году 70 лет, ну, вот в ноябре, и такой подарок, можно сказать, к юбилею. Очень приятно. В Ставропольском районе пожар унесся жизни двух человек, а в Красноярском прямо на дороге загорелся автомобиль. Подробнее о происшествиях в регионе в нашем дайджесте. Пожар в селе Тимофеевка Ставропольского района унес жизни двоих человек. Ночью загорелся двухэтажный жилой дом площадью 50 квадратных метров. К моменту приезда пожарных спасать было практически нечего. Кровля обрушилась частично, а межэтажное перекрытие полностью. В тушении участвовали пять человек, привлекалась одна автоцистерна. Причина возгорания устанавливается. В Красноярском районе прямо на дороге загорелась фура. Происшествие случилось на трассе М-5. Благодаря слаженным действиям огнеборца возгорание удалось ликвидировать. Доброта и отзывчивость жительницы Борского района вышли ей боком. Жительница сообщила в полицию о краже 5000 рублей из карты. Она согласилась перевести деньги в обмен на наличные, для чего передала приятельнице телефон с онлайн-банком. Та выполнила перевод дважды, а дала только половину суммы. Пострадавшая обнаружила пропажу спустя несколько дней. Подозреваемую задержали, раньше ее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности. И смотрите далее в нашем эфире. Для детей в Самаре дали старт международному фестивалю, который объединил игровые, анимационные и документальные фильмы для подрастающей аудитории. Где можно их увидеть, расскажем в этом выпуске. На его снимках природа оживает. Его называют гуру фотографии. В Самаре открылась выставка фотохудожника Владимира Привалова по волнам моей памяти. Репортаж с открытия совсем скоро. Кино о добром, светлом и вечном. В областной столице стартовал фестиваль «Свет лучезарного ангела». Кто стал специальным гостем мероприятия, расскажем через минуту. Зарядка со звездой, организованная представителями партии «Единая Россия» и спортивным клубом ЦСКА ВВС, состоялась возле плавательного бассейна. Гостями и хедлайнерами события стали легенды отечественного спорта. Они продемонстрировали, как грамотно и правильно начинать утро с физических упражнений, чтобы это приносило организму только пользу. Ранним майским утром на прохладном воском воздухе собрались самые активные жители города. Из молодых людей просто рвалась энергия. Давай, давай, давай. И поставь ловить обратно на себя. Я очень хочу получить энергию, мотивацию дальше работать и тренироваться над собой, улучшать свои навыки. Дальше больше. Вот у тебя подруг очень много здесь. Они все тоже спортсмены? Да. Они все. Мы выполняем всю ее энергию. А когда появились хедлайнеры, акции организованной партией «Единая Россия», восторгу собравшихся не было предела. Давайте послупаем! Послупаем! Груще, груще, груще! Меняться особым мастерством на утренней зарядке невозможно. Но о том, что тщание в отношении к себе, к режиму, к распорядку дня, к дисциплине, оно начинается с этого утреннего, несложно организованного мероприятия. Я думаю, что именно об этом будет идти речь, о правильном отношении к себе, к своему времени. И та идея, которая была предложена Советом Сторонников «Единой России» о проведении подобных марафонов в этапах и зимних, и летних, я думаю, что оно получит развитие, начиная вот с этого замечательного самарского импульса. Демонстрируя элементы классической утренней разминочной гимнастики, на подиуме органично сменяли друг друга олимпийские чемпионы и чемпионы мира, мастера спорта, известные политики. Под остроумные комментарии легендарного Сан Саныча зарядка проходила весело и, что называется, с огоньком. Буквально через пару дней я ухожу на срочную службу, вот, так сказать, перед уходом, как бы, разминаемся, готовимся. Как у тебя впечатление от мероприятия? Прекрасно, очень интересная тренировка, не, так сказать, необычная и с ноткой юмора даже. По доброй традиции событие завершилось автограф-сессии и фотографированием с легендами российского спорта. Николай Козлов, Сергей Александров, телеканал «Губерния». С помощью физической активности можно бороться с разными видами стрессов. Однако иногда пропустить тренировку будет полезнее для организма, чем идти на нее, отмечают врачи и тренеры. Какие причины можно считать уважительными для этого, как обмануть свою лень, если совсем не хочется заниматься? И как тренироваться так, чтобы спорт действительно приносил удовольствие, а не стал причиной усталости и хандры? Ответы в рубрике «Комментарий». В каких случаях я могу позволить себе полениться и не прийти на тренировку? Есть объективные и субъективные причины того, что вы не идете на тренировку. Физиологические причины, то есть когда у вас, например, температура выше 37,5, потому что до 37,5 считается температура нормальной. Также острое состояние каких-либо травм, либо боли в спине, в шее. Бывает, что грыжа переходит в острое состояние, и, конечно, это заставляет максимальный дискомфорт. В таких случаях лучше не тренироваться, а приостановить свой тренировочный процесс. Если вы чувствуете недомогание из серии, например, потеря слуха временная или боязнь света, также к физиологическим причинам относится давление, очень высокое или очень низкое. В таком состоянии организм не сможет нормально тренироваться и не сможет дать ту энергию вам, которая требуется действительно при тренировках. К субъективным причинам относится, наверное, больше моральное состояние, потому что все мы люди и все мы эмоциональны. И бывает так, что у нас происходит какое-то плохое событие, или мы услышали плохую новость, или что-то произошло. И, конечно же, настроя на то, чтобы потренироваться как следует, совершенно нет. И вот в такие моменты это является гранью. Если поддаться негативным эмоциям и действительно пропустить или не пойти на тренировку, то это может привести к традиции. Нужно обязательно помнить, что на тренировках вырабатываются гормоны счастья. Перед тренировкой вы активно используете дофамин в своем организме. Это гормон ожидания, предвкушения того, что с вами будет. Вам будет классно повыситься настроение. Вы почувствуете себя легче. Естественно, окситоцин на тренировке, адреналин, эндорфин. И это ли не причина, чтобы действительно забить на свое плохое состояние и прийти и выложиться полностью на тренировки. Международный турнир по борьбе «Новая высота» стартовал в Самаре. Соревнования проходят в пятый юбилейный раз. Они организованы в память о заслуженном строителе России, меценате Игоре Найвальте. Участвуют сильнейшие молодые борцы страны в возрасте до 18 лет. Ежегодно растут масштаб турнира и его география. На «Новую высоту» заявились представители 37 регионов России и 10 стран, среди которых Беларусь, Киргизия, Казахстан, Армения, Таджикистан и другие. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров перед стартом соревнований поприветствовал именитых гостей и отметил, турнир «Новая высота» воспитывает и настоящих мужчин, и защитников Отечества. Здесь характер, здесь сила, здесь мастерство. И я очень рад, что турнир международный. Что мы много-много раз сейчас слышим, что Россия в изоляции. Кому-то хотелось бы думать, что нашу страну можно изолировать. Как сказал наш национальный лидер когда-то, изоленты не хватит. Традиционно на турнир в Самару в качестве почетных гостей приезжают легенды отечественного и мирового спорта, олимпийские чемпионы. В 2024 году это Александр Карелин, Светлана Хоркина, Роман Власов и другие известные спортсмены. Все здесь сегодня, все поддерживают этот правильный турнир. И, конечно, я хочу губернатору в вашем присутствии, его посредством всем жителям области, Роккомитету, Федерации спортивной борьбы, сказать спасибо за возможности, что этот пятый турнир проводится на высоком организационном уровне. Финальные поединки запланированы на 18 мая во Дворце спорта имени Высоцкого. Вход на мероприятие по пригласительным флайерам, которые можно будет бесплатно получить у волонтеров при входе во Двореца в дни соревнований. А еще в Самаре стартовал 29-й международный фестиваль «Кино детям». На его площадках можно будет увидеть ленты, рассчитанные на семейную зрительскую аудиторию. В конкурсной программе работы авторов из разных уголков России и других стран. Подробнее о том, каким будет фестиваль, в сюжете Алиисы Баталовой. Искренние, прямолинейные и порой неожиданные вопросы звучат не из уст профессионалов. В качестве журналистов юные сотрудники пресс-центра фестиваля, члены детского жюри, а также представители школьных и студенческих СМИ региона. С традиционной пресс-конференции стартует ежегодный фестиваль «Кино детям». О том, чем будут удивлять зрители и жюри в этом году, какие ленты вошли в программу, рассказывают участники, организаторы и почетные гости 29-го кинофестиваля. Это один из самых легендарных, любимых, старинных фестивалей, у которых есть свое лицо, есть свои правила на фестивале, есть слух об этих фестивалях, есть судьба, которая уже накопленная, есть авторитет на всю Россию у нашего фестиваля. И я очень горда тем, что такой авторитетный фестиваль проходит на моей родине. Традиционность фестиваля не только в том, что он здесь представлен, в столице Самарской области, что он обращает свои воздействия на ребят, которые находятся и живут в районах. Широкая программа, замечательное представительство, амбициозный подход. Я надеюсь, что на этом фестивале представленные фильмы обретут своих поклонников, благодарных зрителей и достигнут новых высот, которые продвинут их дальше. В этом году программа фестиваля оказалась особенно разнообразной, как с географической, так и с содержательной точки зрения. Здесь и документальная лента, и современные игровые, и анимационные фильмы для самого широкого круга зрителей. На фестиваль на отбор поступило свыше 250 заявок из 57 городов и 9 стран. Помимо картин российских режиссеров, гости кинофорума увидят работы из Ирана, Китая, Сербии, Бельгии, Индии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Самое главное ожидание – это ожидание зрителя, что он увидит на этом фестивале. Вот с белорусской стороны привезла два фильма. Кроме этого, существует еще около двух фильмов от частных компаний, и тем самым мы обогащаем наш молодой кинофестиваль. Я очень благодарен тому, что много лет уже люди, которые организовывают его, держат эту марку. Чистоты, благородство, уважение к актерам, к режиссерам, к зрителю, к детям. Это очень популярный фестиваль, и у нас большие ожидания от участия в нем. По итогам отбора в профессиональную конкурсную и вне конкурсную программы фестиваля попали 120 фильмов. Еще 38 картин вошли в конкурсную программу детских киностудий России. Одна из особенностей фестиваля в том, что помимо взрослого жюри, киноработы оценивают и дети. Это очень почетная должность, это очень ответственно. И я всей душой люблю кино, вот с детства смотрю, и мне кажется, это даже, может, как-то сближает с семьей, и это все очень интересно и здорово. На самом деле есть очень хорошие работы, которые очень сложно между друг другом сравнивать, но все-таки надо находить что-то лучшее и выявлять лучшего. Фестиваль пройдет в 8 городах и 13 районах Самарской области. Гостей ждут бесплатные кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. Главной площадкой станет кинотеатр «Художественный», где можно будет увидеть фильмы из всех конкурсных программ. Алья Сидбаталова, Алексей Вельмискин, Телеканал «Губерния». О прекрасном словами кинематографа. В Самаре в эти дни проходит еще один кинофестиваль «Свет лучезарного ангела». Его зрители увидят работы, создатели которых обращаются к лучшему в человеке – добру, состраданию и любви. Кинофестиваль «Свет лучезарного ангела» за свою небольшую, но насыщенную четырехлетнюю историю уже успел завоевать сердца самарских зрителей своими добрыми и вдохновляющими лентами. В течение двух фестивальных дней поклонники кинематографа познакомятся с талантливыми работами в жанрах полнометражного и короткометражного художественного и документального кино. Создатели этих фильмов в своих картинах обращаются к высшим ценностям и смыслу человеческой жизни. В этом суть кинофестиваля. «Я вчера вернулась как раз снова в территорию наших ДНР и Луныр и увидела детей, которые там живут. Вы знаете, они с такими взрослыми глазами, и они такие искренние, и они с такой любовью говорят о нашей России. Поэтому добро нужно нести, любовь нужно нести и нашим детям, и тем детям, и почаще, и побольше устраивать таких мероприятий». В фестивальные дни все желающие смогут не просто увидеть фильмы для детей, юношества и семейного просмотра, а также принять участие в творческих встречах и мастер-классах, которые проведут кинорежиссеры, документалисты, мультипликаторы и педагоги. Специальным гостем торжественной церемонии открытия стала Яна Поплавская. Актриса и общественный деятель презентовала ленту «Невыученный урок 14.41», которая исполнила главную роль. В историю сюжета короткометражного фильма авторы положили реальные события, которые произошли в 2014 году в Донецке, когда там обстреляли школу. «Кто хочет к доске?» «Фильченко!» «Марш к доске, я сказала». «Поджись!» Это великая честь получить такую роль и, конечно, великая радость, что все люди, которые делали этот фильм, они работали бесплатно. И сейчас, когда наша страна в невероятном масштабе увидела, как тыл стоит плечом к плечу с фронтом, как люди совершают в тылу свои человеческие подвиги, вот этот фильм «Протянутая рука» и пароль «Свои, свои, мы вместе». Среди зрителей и те, для кого события на Донбассе стали частью их собственной истории. Это участники и ветераны СВО, а также семьи защитников. «Мы пришли не одни, мы приглашали очень много ветеранов. Мы очень обожаем кино, особенно про СВО, кино про Великую Отечественную войну. Но сегодня мы смотрим такой фильм, где тут показывают, какой русский народ должен быть и был, что он православный, про православие рассказывают. Очень познавательные фильмы». На самом деле, вот такие вот наши фильмы, российские, которые без каких-то навязанных западных видений, каких-то ситуаций. И это не старое советское кино. Здесь есть уже лица, которые знакомы нынешнему поколению. И отсюда, мне кажется, воспринимается сюжет, который там преподносится, немножко по-другому, уже как своё. Фестиваль «Свет лучезарного ангела» проводится при содействии Фонда социально-культурных инициатив и правительства Самарской области. Завершится кинособытие 18 мая. Альяса Дубаталова, Алексей Гриднев, телеканал «Губерния». В доме журналистов открылась выставка фотографий Владимира Привалова по волнам моей памяти. На снимках природа, которая будто оживает в объективе мастера. В экспозиции более 30 работ, на которых запечатлены пейзажи России и не только. Светлана Стребкова продолжит. Здесь можно найти снимки из Италии, из Кольского полуострова. Дно ручья, старый храм, берег моря и только человека нет. В фокусе объектива Владимира Привалова исключительно природа. Первозданная, не тронутая человеческой рукой. Чистая природа, чтобы ни одного человека, никаких следов от человека. Ни места для костра, ни места для шашлыка, чтобы ничего не было. Чтобы первозданная природа была. Если плохая погода, то можно снимать не небо с облаками, а можно снимать то, что на земле находится. Камушки, листочки, травинки. То есть в этом отношении я как бы всеядный. Любовь к фотографии у Владимира Привалова с детства. Сначала увлекался рисованием, но возможность ловить и запечатлевать мгновение на снимках захватила его куда больше. Вместе с супругой они исколесили полмира, собрав уникальный архив всевозможных мест. Это 50 тысяч только напечатанных снимков. И уже более 30 лет фотохудожник делится своим творчеством на персональных выставках. На открытии очередной в доме журналиста от коллег в адрес Владимира Дмитриевича часто звучит слово «гуру». Главное мастерство не только пейзажного фотографа, а вообще это схватить мгновение, которое прекраснее предыдущего и, может быть, прекраснее следующего. Понимаете? И вот он так тщательно выбирает это мгновение, с таким тщанием потом печатает эти фотографии, что фото можно бесконечно рассматривать. Больше всего Владимир Привалов любит снимать на севере России. Есть мечта запечатлеть горно-таежную реку Вишеру у истока. Она считается одной из самых живописных на Урале. Выставка фотографий в доме журналиста продлится до середины июня. Светлана Стребкова, Алексей Гриднев, телеканал «Губерния». А сейчас о главных культурных событиях выходных. Рубрика «Все культурно» продолжает наш эфир. Здравствуйте. Вначале о главном культурном событии уходящей недели. Овации завершились лишь только из-за того, что следом была еще одна концертная программа. Так, о выступлении Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева писали зрители. Прошел этот музыкальный вечер в рамках 23-го Московского пасхального фестиваля. В программе известны и во всем мире композиции. В первом отделении – опера Чайковского и Аланта. Исполняли солисты Мариинского театра и хор Шостаковича опера-балет. Во втором – балеро Мариса Равеля, симфоническая сюита римского Корсакова Шахерезада, оркестровая сюита Сергея Рахманинова, симфонические танцы. Предлагаю вспомнить, как это было. Приезд Валерия Гергиева в любой город мира, в любую столицу, это событие. Это, конечно, великий человек, великий музыкант, прекрасный организатор. Очень светлое, возвышенное, прекрасное настроение и огромная благодарность, что этот фестиваль сегодня на нашей Самарской земле. А теперь о том, куда можно сходить на этих выходных. 50 площадок по всей Самаре – события, которые придутся по душе как взрослым, так и детям. В областной столице в субботу пройдет Ночь музеев. Тема этого года – из поколения в поколение семейные реликвии. Присоединятся к акции выставочные залы, арт-пространство, картинные галереи, театры и многие другие площадки. Вот самые, на мой взгляд, интересные. Театр оперы и балета приглашает на концерт семейные портреты. Прозвучат фрагменты из любимых всеми спектаклей – арии, романсы, инструментальные, вокальные и хореографические миниатюры. А в музее Модерна будут песни и романсы, гитарный и джазовый концерт, лекции об искусстве, театральные читки и кураторские экскурсии. Литературный музей подготовил тематическую выставку, соревнования поэтов, посткроссинг, мастер-класс по созданию цветочной закладки для книг, а также площадку игр для всей семьи. Специальная детская программа в музее Алабина. Маленькие исследователи смогут посетить мастер-класс и собрать там парк доисторических животных. С помощью домино узнать о древних обитателях планеты и даже рассмотреть зубы акул, которые населяли наши края более 100 миллионов лет назад. Игра в людей – инклюзивный квартирник под таким названием пройдет в областной библиотеке для молодежи. Выступит Владимир Дубцов – необычный и очень талантливый музыкант. Услышав его виртуозную игру, и подумать невозможно, что Владимир не видит. В программе этого вечера – магическая акустическая рок-музыка. На воскресенье в Тольяттинской филармонии пройдет второй концерт из цикла «Джазовые портреты». Ансамбль под управлением Сергея Радаева продолжит экскурс в историю джаза. Со сцены расскажут о судьбах и творческом пути джазовых музыкантов и композиторов – тех, кто оставил неизгладимый след в истории мировой музыки. Среди них Майлз Дэвис, Дон Грольник, Дюк Эллингтон, Григорий Файн. Закрепят знания музыкальной вставки лучшей композицией музыкантов. На этом у меня все. Культурных вам выходных! С 17 мая на календаре Всемирный день электросвязи и информационного общества. По этому случаю мы пригласили к нам в студию Вадима Ружникова, ректора Павловского государственного университета телекоммуникации и информатики. Добрый вечер! Добрый вечер! Вадим, информационное общество, если переходить на термины, я сейчас зачитаю, это общество, в котором большинство работающих полностью или частично занято в производстве, хранении, переработке и реализации информации. Насколько, на ваш взгляд, сегодняшнее наше общество подходит под это описание? Я думаю, что этот термин уже давно пора менять, потому что каждый человек уже сам представляет из себя информацию. информацию о его жизни, о его рост, вес, как он себя ведет в социальных сетях. И поэтому, наверное, наше информационное общество – это сейчас не просто производители этой информации, а общество уже всех информационных таких агентов, которые взаимодействуют между собой в рамках такой большой сети, паутины информационной, которая позволяет всем обмениваться информацией друг с другом. И вот говоря про информацию, невозможно упустить термин «восприятие информации», да? И оно очень сильно меняется. То есть если вспомнить наших бабушек и дедушек, это были одни источники. То есть они читали газеты, спокойно, размеренно выходили, там общались между собой, что называется в народе сарафанное радио, да? Но сегодня источники и скорость восприятия совершенно другие. Вот давайте расскажем про это. Что же происходит с этим явлением? Как сегодняшнее молодое поколение воспринимает информацию? Ну я думаю, что наше молодое поколение, оно уже изначально родилось с другой прошивкой. Вот. Они уже подготовлены для получения информации в коротком объеме, но максимально быстро. Действительно, наши бабушки спокойно могли сесть на диван, почитать газету, узнать последние известия. А сейчас молодые люди получают информацию максимально из мессенджеров, из различных каналов, быстро, сиюминутно. И это позволяет человеку находиться в таком очень сильном ритме, высоком ритме, наверное, в котором наши бабушки и дедушки просто не смогли бы жить уже сейчас. И в принципе, даже если у кого есть бабушки и дедушки, все прекрасно знают, как они, с каким большим трудом они общаются с современными технологиями. Как они тяжело осваивают сотовые телефоны, компьютеры. Существуют даже специальные курсы, которые специально для пенсионеров их адаптируют, помогают им пользоваться сетью интернет, либо сотовыми телефонами. Это все связано именно с большим количеством кратковременной такой сжатой информации, которую мы сейчас потребляем. А вот все-таки, что интересно, еще несколько лет назад, а буквально-то все договорилось, что диджитал вытеснит из современной жизни все, к чему привыкло общество. В том числе те же газеты, о которых мы с вами обсудили. Но тем не менее остаются вещи неизменны, которые сегодня пользуются популярностью. Вот с чем это связано? С некими традициями? То, что человеку все-таки не так просто отказаться от того, к чему он привык? Ну, я думаю, что, возможно, мы уже в некотором смысле устали от цифровых технологий, потому что они окружают нас везде. Уже цифровые технологии встроены в телевизоры, компьютеры, элементы там, холодильники уже есть умные, которые говорят, что у вас закончились такие продукты. Поэтому вот эти все газеты, журналы – это не то, что дань прежней моде, а это как какой-то такой уже элемент, который позволяет потрогать, пощупать и как бы материализовать ту информацию, которую ты получаешь. Я сам с удовольствием листаю журналы, газеты, и это позволяет как-то, может быть, снизить темп получения информации, как-то успокоиться. Успокоиться, да, заземлиться, потому что мне кажется, что в ближайшее время доступ к так называемому оффлайну, когда ты отключен от сети, от информационного вот этого общества, я боюсь, что за него скоро придется платить. Потому что из каждой точки, там, от стены, поверхности, телефона, ты всегда будешь подключен к информационному обществу, и ты просто не сможешь от него отказаться. И возможность выехать куда-то на дачу, в лес – это будет, ну… Роскошь. Да, это будет большая роскошь, потому что если там не будет связи, это будет замечательно. А вот если говорить про молодое поколение, например, студентов, да, Бугути, а как они реагируют? Для них-то это уже, наверное, привычно, они чувствуют себя как рыбу в воде в информационном обществе, в современном его понятии. И что они для себя там находят? Это общение, это дела, это учеба? Вот, в первую очередь, что, почему их невозможно оттуда вытернуть? Я думаю, что это связано именно с тем, что они уже воспитывались на этих технологиях. Но в качестве примера приведу своих детей, которые, ну, с малых лет уже знали, что можно на сенсорный экран нажимать. И когда им случайно попал в руку кнопочный телефон, первое, что они сделали, они нажали на экран. И когда экран не отреагировал на их нажатие, они сразу поняли, что этот телефон не рабочий, и убрали его в сторону. Хотя телефон позволял позвонить и так далее. О чем я хочу сказать? Что дети воспитываются уже с этими технологиями, для них не является чем-то новым. Если для наших бабушек, дедушек, там, то же самое интернет, смартфоны – это что-то новое, сложное, то нынешнее поколение, оно уже растет с этими технологиями. И они еще дальше будут улучшать эти технологии. Уже сейчас им доступен искусственный интеллект. Для нас это, кажется, там, ну, только-только вот эта новинка. А современная молодежь, она этот искусственный интеллект будет дальше развивать, дальше будет его внедрять, использовать. И уже следующее поколение, они будут уже, когда они родятся, у них уже будет свой собственный помощник, там, у маленького ребенка, там, искусственный интеллект, там, не знаю, помощник няня. Вот помимо искусственного интеллекта, вот куда еще может шагнуть прогресс, да, вот что, куда информационное общество может завести нас буквально завтра? Ну, активно развиваются технологии виртуальной реальности, дополненной реальности. Сейчас различные корпорации делают всевозможные, так называемые, виртуальные миры, ну, по-другому их еще иногда называют метавселенная. Иногда задумаешься, не является ли наш реальный мир тоже какой-то симуляцией, или тоже какой-то метавселенной, в которой мы все живем, и, возможно, тоже кто-то... С нами управляет все относительно. Да, да, возможно, есть такая, как бы, ну, есть такая теория о том, что весь наш мир – это некоторая симуляция всего того, что происходит. Спасибо, Вадим, что пришли к нам в студию и заставили действительно задуматься о глобальных вещах. Напомню, у нас в студии был Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после иферканала «Губерния» продолжит аналитическая программа «Топ Белтова». В выходные в Самарской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Днем плюс 13, 18, ночью плюс 3, плюс 8. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 13, плюс 18. На востоке и юге плюс 13, плюс 17. В Самаре облачно с прояснениями днем плюс 14, ночью плюс 7, плюс 13. Атмосферное давление в пределах нормы 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 34,61%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин